Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале! Спасибо, что заглянули! Я уже вот в таком тёплом свитере, на улице 17 градусов, просто дубак! Мы включили отопление и, наконец, мы кайфуем! Вчера я сделала порядок в своём шкафчике, наконец-то убрала все летние вещи, которые у меня были, потому что, естественно, в ближайшие где-то, наверное, 5-6 месяцев я точно их носить не буду. А что сделала Айка на скидках? В Шейн заказала ещё себе летние вещи! Просто были сумасшедшие скидки, и я не смогла удержаться, ну, как всегда, впрочем, вы меня знаете, поэтому я решила всё-таки заказать. Если вам интересно, обязательно пишите в комментариях, я могу вам снять распаковку. Хотя навряд ли вам будет это интересно, могу и не снимать. В общем, пишите обязательно, что вы думаете на этот счёт. И этот влог я не знала, стоит ли запускать на этом канале или на моём новом. Я не знаю, стоит ли влоги вообще заливать на бумажный канал, потому что этот влог будет больше про покупки канцелярии, если не хочу пойти, и, наконец-то, купить себе фломастеры, которые профессиональные. Целый наборчик себе хочу взять. Поэтому я возьму вас с собой, посмотрим, что там интересненького в магазине есть. Я ещё фон хочу купить. В общем, всё покажу. Мои подписчики из Инстаграма не дадут мне соврать. Вчера я до 4 часов ночи рисовала бумажные сюрпризы. Я вам иногда выкладываю истории с тем, что у меня получилось. Вот такая у меня новая рубрика, и вот здесь открывашка. Правда, открывашка получилась какая-то неаккуратная. Ну, в общем, некоторые пишут, что я занимаюсь фигнёй, ерундой, но мне нравится то, чем я занимаюсь, и у нас новая коллекция. Зачем я это делаю, я не знаю, но мне это нравится. В общем, новая коллекция, которая называется Смешарики. Скоро будет, наверное, где-то завтра или послезавтра на моём канале. Ссылочку вам, кстати, оставлю. Кому интересно, подписывайтесь обязательно. А кому неинтересно, не подписывайтесь. Погода, конечно, не то, что пасмурная, а вот реально грустная. Посмотрите на это небо. И сейчас время 2 часа дня. Такое ощущение, что время где-то 6, и сейчас будет дождик. Пасмурное небо. Хочется в такую погоду налить себе чашечку горячего кофе и просто лежать валяться и нифига не делать. И в очередной раз мы направляемся в магазин оптики, потому что моя оправа опять сломалась. Сказать, что я их уронила или села на них, наступила. Нет, ничего подобного. Вдруг я обнаружила, что вот. И у меня стёклышко выпало. Не знаю, почему так происходит, хотя им всего 2 месяца. Пришлось выбирать другую оправу. Мне понравилось вот это вот. Но, к сожалению, мои стёклышки не подходят под эту оправу. Поэтому пришлось взять то, что подходит. Затем мы пошли уже в магазины констоваров. Зашли в первый магазин. Посмотрите, какая грязь в магазине. Испачкала руки. И я не понимаю, почему нельзя прибраться в магазин. Так неопрятно смотрится. Ужас просто какой-то. И выбор, если честно, в магазине был скудный. Поэтому я быстро оттуда вышла. Но единственное, что мне очень понравилось в этом магазине, так это вот эти вот пеналы. Мне кажется, они очень мимимишно смотрятся. Правда, у меня столько канцелярий, столько фломастеров, что не поместится в этот малюсенький пенал. Я, конечно, это всё понимаю. Но я знаю, кому можно подарить такой крутой пенал. Я бы была рада, если бы мне подарили такой пенал. Ещё дополнили бы мой подарок одним из этих слаймов. А можно даже несколько. Любители слайма обязательно отзовитесь в комментариях. Дальше я начала выбирать скетчбуки. Этот мне вообще не понравился. А этот по толщине напоминал мне книжку. Настолько плотно были листы, он мне не подходит. А, кстати, вот этот с кактусом в разных магазинах стоил по-разному. И дороже всего он стоил в лекал. Вообще в лекале всё дороже, чем везде. Так что учитывайте этот момент. Вот этот я чуть не купила. Обязательно пишите в комментариях, стоит ли взять его. Или же, например, вот этот вот. Между тремя вариантами я сомневаюсь. Напишите после того, как вы напишите в комментариях ваше мнение. Я пойду потом уже куплю. Так и не решила. Советовалась с мамой. Вот мне, если честно, больше всего нравится вот этот. Потому что он тоньше. И больше всего можно приклеить там. Вот этот сердечко мне понравился. Но потом я обнаружила, что здесь клетки. Хотя все девчонки снимают с клетками. Мне клетки не нравятся. И тут просто рай для глаз. Посмотрите, сколько цветов. Я офигела. Я хотела взять этот набор. Но потом я себя остановила. И поняла, что моё увлечение заходит слишком далеко. Я решила этот набор не брать. А ещё вот эти клеи. Помните, я подписчице дарила. Супер. Мне очень нравятся. Скетчбуки вот эти я решила не брать. Потому что они очень маленькие. А я хочу побольше размером. Это уже в лекаре. Я их смотрела. Но там дороже, чем в других местах. Учитывайте этот момент. Правда, я там много чего купила. Покажу чуть дальше вам. Не снимай. Я не видна твои ноги. Не гречите. Я не снимаю. Я снимаю только обувь. Посмотрите, какая модница тут. Это модница. Вау. А мам, ты шикарно. Мама ходит на каблуках, а я на плоской подошве. Потому что я не могу ходить на каблуках. А маму... Да это, да? А не это. С штанами тоже. С классическими штанами. Хорошо смотрится. Супер, мам. Ты красотка. Молодец. Ну все, я уже дома. Мам, где мои очки? Они у тебя должны быть. В общем, очки. Когда я увидела, как он растянул очки, продавец, я была просто в шоке. Я подумала, что он сумасшедший и сейчас что-то произойдет. Вы прикиньте ситуацию. Он берет очки и просто начинает их вот так вот выворачивать. Я такая в панике. Я думаю, наверное, он сумасшедший. Но я в шоке, что очки как резина просто гнутся. И он сказал, что это просто железобетонно. То есть эти точно не сломаются. Правда, они стоят ужасно дорого. И идиотский дизайн. Но я думаю, ничего страшного. Буду выглядеть как дурочка. Но зато долго будет служить. Спасибо, маме! И маме! Так. О! Очкарик! Как-то фиолетовый вообще глупо, да, мам? Я хотела точно такие же черные. Он сказал, что черных нету. Но то, что гнутся только эти. И это вообще прям очень долго служит. Даже если я сяду. Если даже я буду лежать на них. Если я наступлю. Не знаю. Все, что угодно. Эти очки будут служить вечность. Ну, я надеюсь. Он дал гарантию год. Поэтому я взяла. Ну, что, как мне? Как дурочка по мне? Не очень. Ну, я их уже не на постоянной основе ношу. А именно, когда работаю. Работаю я всегда. 24 на 7. Поэтому 24 на 7 я буду в таких очках, как дурочка. Ну, да ладно. Сейчас вам покажу мои покупочки. А этот дебил задрал уже тащить свои ногти. Посмотрите, в какой... Давайте вам покажу виновника торжества. Из-за чего я вообще решила выйти из дома и купить себе канцелярию. Это из-за маркеров. Вот такой вот наборчик я взяла. Правда, очень облизывалась рядом с наборчиком, где 100 штук. Хотела взять 100. Но наборчик стоил намного дороже. Поэтому решила взять что-то более бюджетнее. Такой набор мне обошелся почти 20 монат. Здесь 36 штук. И, к сожалению, нельзя было выбирать цвета. То есть, это стандартный вариант цветов. Правда, вот эти оттенки я не совсем понимаю, зачем они мне нужны. Особенно белый. Зачем белый? Я уже его затестила. Он просто прозрачный. Поэтому, я думаю, наверное, проще покупать их поштучно. Хотя так обходятся дороже. Но зато те цвета, которые действительно тебе нужны. Но как раз таки в большом наборе все цвета были мне необходимы. И, возможно, даже я совершила ошибку, что взяла этот. Затем я взяла три вот такие папки. Потому что мои бумажные сюрпризы у меня вечно теряются. Поэтому я их буду сразу класть в этот пакетик. Я и свои документы храню в таких папочках. Да и вообще удобно. Многие меня просили делать бумажные пакетики для сюрпризов именно из тетрадки. Поэтому попробую. Посмотрим, будет шуршать или нет видео. Также решила взять два скотча. Один из них двухсторонний. Будем делать из него наклеечки. И еще на запас вот такой вот обычный огромный скотч. Взяла декоративный скотч уже с новогодним принтом. Смотрите, как классно. В общем, я вчера покупала два скотча. Ни один из них не клеится в ужасном состоянии. Сейчас вам покажу их. А вот как раз они. Посмотрите, в каком состоянии скотч у меня. Он вообще не клеится и не отклеивается. Вот это вроде бы клейкая часть. Она вообще не клеится. В общем, просто-попросту выброшенные деньги на ветер. И я надеюсь, что хотя бы этот будет нормально клеиться. Взяла клей тоже от фирмы Oyal. Это клей ПВА. И вот эту красоту я приобрела вчера. Еще плюс два маркера. Просто неохота было их искать дома. И знаете, фишка в чем заключается? Здесь номер, номер 48. И в моем наборе есть еще один номер 48. Я просто везунчик, не правда ли? Из разнообразия двухсот оттенков мне попался тот же самый, который есть у меня дома. Ну а вообще я не советую брать набором. Лучше взять те оттенки, которые действительно вам нужны. И еще взяла два новых маркера. Двухсторонних. С одной стороны гелевая ручка, с другой стороны очень тонкий маркер. А еще мама купила мне вот такую потрясающую скатерть. Я даже не знала. Мне кажется, очень уютненько смотрится. Правда, у меня лампочка сломалась. Как не лампочка, светильник сломался. И нужно купить новый. Я сперла у бабушки ее ночник. И пока что использую так. Но это очень неудобно. Поэтому в ближайшее время обязательно куплю. Большую часть своей жизни теперь я провожу вот здесь. За рисованием. Все уже готовые бумажные сюрпризы я поместила в этот конверт. И вот такие у меня в процессе производства. Киндер сюрпризы. Это для моего второго канала. Кто еще не в курсе, то обязательно подписывайтесь. И ссылочкам оставлю в инфобоксе. Еще проверила вот этот декоративный скотч. Он офигенный. Нормально клеится. Никаких претензий к нему нет. Вообще вся продукция Oyal мне очень нравится. Все качественное. Отличное. На этом уже я вынуждена с вами попрощаться. Сейчас сяду снимать для вас новый мукбанг. Который в ближайшее время вы увидите на моем канале. Всех люблю. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Все ваши комментарии. Они очень-очень приятные для меня. Все я читаю. Так что обязательно пишите. Всех люблю. Пока.